Много прихожан в День памяти жертв политических репрессий собралось в храме на поминальную службу. В людской памяти никогда не сотрутся годы лихолетия, когда по доносу человека могли арестовать, сослать на катышные работы, расстрелять. Семьи репрессированных также были подвержены сталинскому террору. Мой папа, Владимир Михайлович Прокопов, он был журналистом. Ну, забрали его, и наши мучения начались. Прежде всего, маме не давали два года работу. Я заканчивала школу очень хорошо, мне медаль не дали, дочь врага народа. У меня папа 10 лет отсидел на Камчатке. Нам пришлось скитаться около китайской границы, чтобы маму не посадили и не отобрали детей. Его посадили, когда мне было два годика, брату было четыре, а сестре шесть лет. Екатерининский мужской монастырь тоже жертва того страшного времени. Он был закрыт на долгие 60 лет. Самыми жестокими годами были, когда в обители разместили политическую тюрьму НКВД, спецобъект номер 110, в народе ее называли Сухановка, в которой содержались лица, занимавшие прежде крупные государственные посты, партийные деятели, военные чины, дипломаты, иностранцы. Попадали сюда и обычные люди. В память о тех, кто томился и был расстрелян в Сухановской тюрьме, о всех жертвах трагедии 20 века на территории монастыря установлен крест и мраморная плита. И каждый год под ножью памятника возлагаются цветы. Людмила Медведева, Олег Левитин, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.